Полина поможет. Теперь каждый человек, не выходя из дома, сможет получить всю актуальную информацию о себе, имеющуюся в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. Голосовая помощница с искусственным интеллектом, но вполне человеческим именем, способна определять тематику запросов и синтезировать ответы в соответствии с различными сценариями обработки вызовов. Как и по какому номеру можно связаться с Полиной, в каких вопросах она сможет оказать поддержку, расскажет Ахмат Халкечев. Чтобы воспользоваться услугой электронного помощника, необходимо позвонить в Центр телефонного служения Федеральной службы судебных приставов по номеру 8800-303-400. Главная цель проекта – дать возможность людям получить всю актуальную информацию о своих задолженностях или о каких-либо ограничениях, не выходя из дома. При общении с гражданином голосовой бот запросит фамилию, имя, отчество, дату рождения и регион регистрации, что позволяет идентифицировать обратившегося. На основании полученной информации система автоматически формирует запрос и в аудиорежиме предоставляет общедоступную информацию из Банка данных исполнительных производств. Полина может предоставлять и более расширенную информацию, но для этого уже необходимо будет подтвердить свою личность предоставлением дополнительных персональных данных в виде ИНН либо СНИЛС. После такого подтверждения можно получить сведения об имеющихся ограничениях на регистрационные действия с имуществом, о наличии возбужденных исполнительных производств и арестованных в банковских читах. Кроме того, голосовой помощник подскажет информацию о наличии ограничений выезда за пределы Российской Федерации, о движении денежных средств, а также поможет получить реквизиты для оплаты сумм задолженности. По запросам абонентов возможно получить информацию о порядке личного приема судебными приставами исполнителями, а также начальниками отделений, о режиме работы фильтральных органов Федеральной службы судебных приставов, а также о государственных услугах, предоставляемых ведомством. В планах на перспективу добавление текстовых каналов обмена информацией. Центр телефонного обслуживания сможет принимать сообщения в текстовом формате не только через официальный сайт Федеральной службы судебных приставов, но и через популярные мессенджеры, как Вайбер, ВКонтакте и Телеграм. Все внедряемые новшества, как уточняют в ведомстве, прежде всего нацелены на повышение доступности сервиса и качество обслуживания населения. Ахмат Калкищев, Расул Бердиев, Вестикорчаево, Черкесия.